Привет, с вами Руслан, вы на канале ПАВ, и сегодня мы поиграем в игру под названием 112 Оператор. Эту игру я увидел у одного человека в ютубе и подумал, почему бы не поиграть в неё. Она вышла где-то два года назад, поэтому я не уверен, кому-то она зайдёт, не зайдёт. Плюс, я, короче, узнал, что эта игра есть на андроиде, поэтому, возможно, уже 99,9% людей во всём мире уже в неё поиграли. В общем, поиграем в неё, посмотрим, зайдёт она, не зайдёт. Если не зайдёт, не буду продолжать играть, если зайдёт, буду продолжать играть, что логично. Короче, суть этой игры в том, что мы управляем, для тех, кто не знает, управляем тремя направлениями, то есть пожарными, скорой помощью и полицией. Нам поступают разные заявки, различные происшествия происходят, и, в общем, всякое-всячное, и мы должны с вами направлять туда группу быстрого реагирования, будь то там медики, пожарные, то есть там газ может взорваться, что-то я слышал, потом там кто-то звонить может, кто-то писать, кто-то пукать, кто-то какать. Ладно, это не важно, мы просто разберёмся в этом сейчас. Суть в том, что здесь ещё вышли, по-моему, 5 или 6 дополнений, они также у меня есть, и я нажал кампания, и нам высветились сразу вот такое количество игр, игр, то есть, точнее, регионов, не регионов, а городов. Варшава, Рим, Париж, Москва, Мадрид, Лондон, Стамбул и Берлин. То есть, выбирая определённый город, у нас будет, как, ну, собственно, в реальной жизни, различные регионы там, и больше я не знаю, что там будет. Короче, сейчас мы разберёмся, сейчас мы посмотрим, и сильно не запариваемся, не задумываемся, а выбираем Москву. Москва. Москва – огромная столица России, а также крупнейший и самый дорогой город Европы. Здесь находится Кремль, центр политической власти страны и резиденция президента. Самая распространённая проблема города – коррупция. В остальном, в светлое время дня города, город относительно безопасен. Угроза попасть в драку или быть ограбленным значительно возрастает в тёмное время суток. Стоит отметить, что здесь очень холодные зимы. В первые смены вы будете ответственны за пять районов. Лосино-Островский, Бабушкинский, Биберево, а также Северное и Южное Медведково. Это части Северо-Восточного административного округа, одной из 12 территориальных единиц, на которые поделена Москва. Ох, кошмар. Короче, население 12 506 468 человечков. И давайте попробуем. А, стоп. Подожди, Москва. А мы регион-то выбираем? Не понял. Выбираем что-то? А, нет, то есть нам вот... А, вот, нам же сказали точнее. Южное Медведково, Северное, Бибер... Понятно. Окей, 12 с чем-то там человечков у нас есть. Так, четыре уровня сложности. Обычный рекомендован для тех, кто играл в 9.1.1 оператор. Штраф за провальное происшествие Х2. Штраф за... так, сложный... Ну, я не играл в 9.1.1. Поэтому многие говорят, что, кстати, классная игрушка, но я так в нее и не поиграл. Тут у нас есть, для тех, кто не играл в 9.1.1 оператор, меньше происшествий и преступники слабее. Давайте попробуем легкий, а там как пойдет, собственно, разберемся, посмотрим. Потому что я правда не играл. Так, это у нас подсказки. Если вы видите, что кому-нибудь требуется помощь, и при этом рядом с вами есть другие люди, попросите одного человека позвонить в 112 и приступайте к оказанию первой помощи. Если рядом никого нет, позвоните в 112 до оказания первой помощи, если помощь требуется взрослому или ребенку старше 12 лет, который находится в бессознательном состоянии. Ребенок или младенец неожиданно упал в умрак. Ребенок в бессознательном состоянии, и у него проблемы с сердцем. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, это мы все знаем. Это все знаем в СОБЖ. Да, наверное. Наверное, мы все знаем. Наверное, мы все знаем. Сейчас мы, собственно, и проверим. Центр управления чрезвычайными ситуациями Москва-Европа. А почему не в масках? О, здравствуйте, вы пришли в ла-бла-бла, добро пожаловать в Центр управления чрезвычайными ситуациями. Тут проходит вся операционная работа. Здесь можно следить за ситуацией во всем городе. А здесь ваше рабочее место. Можете надеть гарнитуру. Супер, шикарно, шикардос. Окей. Так, у нас есть карта. Коротко расскажу, как пользоваться нашей системой. Давай рассказывай, я не против. Вы смотрите на карту города и все доступные отряды. Так, вот, значит, у нас тут отряды, я так понял, да, полиция. Ну, это понятно, пожарные, полицейские и две скорые помощи. Окей. Ваша задача — руководить отрядами экстренной службы. У полицейских синие иконки, у скорой белые, у пожарных красные. Понятно. Это понятно, это все ясно. Это что такое? Ладно, это разберемся. Это мы посмотрим. Сначала дождитесь происшествия, хорошо? Просто ждем происшествия, получается. Оп. Так, хорошо. Абонент доложил о происшествии, давайте все уладим. Нажмите на иконку нового происшествия. Хорошо, нажимаем. Что у нас тут? Подозрительный человек. Поступило сообщение о подозрительном человеке. Возможно, он вооружен. А как мне понять, вооружен он или нет? Реально, а невозможно. информационная панель покажете доступны сведения по происшествия про 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 происшествия читайте внимательно чтобы понять кто кого следует направить ну понятно здесь и значок полиции начну полицию так бы так стоп пауза пауза а тут кстати да можно ставить паузу и перематывать как и везде смотрите у нас каждый конка отображает разные отряды вы можете отправить их на место происшествия или куда угодно с помощью правой кнопки мыши хорошо то есть левое мы выбираем да подожди ты на паузу нажми левом убираем машину а правой отправляем то есть вот это вот это какой-то грузовик как я понимаю а если это грузовик значит туда а сюда наверное вот какие-то квадратики пустые наверное сюда вмещается определенное количество арестованных у нас есть призум ценивиновность так что арестованы это не значит преступник это подозреваемый поэтому у нас есть вот такие легенькие блядь давайте сначала прям большую я думаю это все равно какая-то типа обучалки ух ты еб ты едешь какая-то полиция у нас так ездит за начание не вообще а как она и что у вот тут можно приближать нихрена себе еще и с лагами а чё она не едет они а мы на паузе не говоришь хорошо ой-ой-ой куда ты так поехала все вот смотри вот она и поехала вот она и поехала чё ты сразу-то бегать едет по дороге едет по дороге а где она еще поедет логично да так теперь она подъезжает а что она еще будет делать ведь мы ей сказали ехать по приезда по приема что папа папа приезда а по приезде отряда по приезде отряда становится доступна оперативная сводка члены отряда сами выполняют свои задачи настолько успешно насколько возможно вы можете нажать на любой элемент чтобы увидеть дополнительную информацию мне кажется эта игра ухты подожди да ну куда ты что происходит почему она сама ездит куда хоть отправляемся куда и она еще быстро пропадает не успеваешь прочитать короче что-то произошло а там не а там не получается хорошо имейте ввиду что вы будете получать очки репутации за каждое разрешенное происшествие а штрафные очки за каждое неразрешенное но это тоже логично тоже логично выполнили поощрили не выполнили не поощрили пока это все что вам необходимо знать удачи спасибо спасибо так все у нас есть карта короче вот мы в этом регионе не регионе как сказать в этом будет пусть будет в этом месте теперь мы в этом месте все пока происходит у нас хорошо никаких происшествий все прекрасно так первое происшествие уже не обучение как подожди можешь а почему-то сам постоянно снимается с паузы я ставлю на паузу и он постоянно снимает и начинается движение непонятно распить и общественном месте группа людей употребляет алкоголь в общественном месте это ясный проезд 215 но мы туда вряд ли отправляют там что-то свои вот эти алкоголи вот пусть не употребляют большому часа быстренько скрутим и в авто и и пусть по 15 суток посидят и перестанут употреблять правильно перестанут в этом месте употреблять другому так у нас теперь происходит отчета ситуации хорошо михаил петров был допрошен слишком быстро слишком быстро я не понимаю что происходит здесь вы можете проверить журнал ходящих ради сообщений щелкнуть на сообщение чтобы центрировать камеру на отряде который его передал здесь это где а здесь это вот здесь что вы посмотрите камеру все понял допустим сюда сообщение хорошо сообщение нет тут какой-то в знак а за тут что происшествие а тут нам надо тут тоже нам ничего не только выбраны отряд а тут мы смотрим артур вербицкий так это наши рабочие как я понимаю верно так почему-то на паузе пленами это наша рабочая скорой это наша рабочая полиция и пожар а здесь все я понял здесь все а тут только которую мы выберем хорошо так все у нас пока тихенько спокойно спопа звоночек а на вас перенаправлен новый экстренный звонок ответить на него как можно скорее следовательного разговора будьте максимально профессионально от этого может зависеть 112 что у вас случилось здравствуйте и я хотел бы кое о чем сообщить о чем вы хотите сообщить сэр тут кто-то лежит как на этот вопрос ответить он жив вздыхает а хорошо он же пострадавший жив он не пострадал он труп он не пострадавший он труп точно труп так получается нам нужно узнать адрес правильно нам нужно узнать адрес не вздыхай а я направляю к вам скоро адрес только скажи хорошо оставайтесь на месте просят а а как иначе сэр сэр что происходит после разрешения звонка вам нужно решить кого отправлять на вызов кроме того вы можете проигнорировать происшествие если решите что реагировать на него не следует вы также можете сделать для себя пометки выбрать подходящую иконку как и остальные операторы стоп он пока делает смотрит короче где это произошло то есть мы не спросили у него адрес надо это зря это было зря но мы не могли уже спросить мне было интересно он жив или не жив ладно суть в чем нам позвонил чувак который сказал что здесь труп я сказал это пострадавший он сказал это не пострадавший это уже труп следовательно мы отправляем туда скоро наверно скорую и полицию я потому что ну труп трупом а как убили чтоб хорошо происшествие поврежденный гидрант вода из поврежденного гидранта затапливает улицу требуется вмешательство вот все сюда отправляем скорую так хорошо скоро давай сюда и давайте отправимся на полицию не запусть проверят там что происходит что такое вообще сверху белого дня у нас тут труп лежит мы такой не любим мы такой не все да они поехали так эти поехали а вот эти почему они катаются вообще постоянно в разные части они на патрулируют эти патрулируют а это а это тоже может ездить хорошо 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 так у нас вышла у нас вышли полиции ски 1 13-летний мужчина мертвых забрали а почему почему полиция забрала мертвого мужчину надо скорую туда отправить ладно разберемся что мне делать брать звонок или считать что она мне говорит ваши отряды придется ездить туда бла-бла-бла хорошо звонок 112 что у вас случилось я я помогите моей девушке нужна помощь давайте во первых адрес сразу же где вы находитесь мне нужен адрес мой адрес алтуферское шоссе дублер 105 мы в ванной смысле а что случилось а или пульс нет что что случилось она она без сознания хорошо адрес есть давайте пока отправим туда скорую она без сознания кажется она придела свои таблетки все сразу умы мы поругались симптомы сколько и лет поругались сколько давай спросим алло да я здесь я здесь подожди мужик мне нужно понять что тебя спросить давай симптомы сейчас если какие-то симптомы и у нее холодная кожа вызовите рвоту дайте вызываю рвоту рвоту вызывай нужно вызвать в роту чтобы таблетки я стал в желудке и дождаться скорой скорая вот-вот приедет до тех пор оставайтесь с ней рядом с ней все будет хорошо хорошо господи ладно поспешите так скоро мы уже направили так а это что острое отравление а ты чё там стоишь что происходит поврежден гидрант хорошо так отлично у меня что прикольно кстати штука где куда нужны медики нужны медики так вроде не нужны у это очень долго ехать отравление отравление это дело знаете хреновое особенно когда что-нибудь такое съешь типа там там про киши молоко там или вот яйца какие-то протухшие вот у меня с детства одно воспоминание осталось короче я не знаю почему именно так жестко отравился только раз вот в детстве именно так жестко было же потом до что отравился там тошнило но короче когда я выпил молоко и еще какие-то яйца вроде были не с первой свежести не знаю почему это так было и в итоге короче я когда лежал вот так и лежишь и перед глазами просто молоко вот так вот у меня молоко и от этого начинает варапа прям вот так вот три сучки начинают плохо становиться я не помню почему именно так обнаружена попытка связи вот короче это очень плохой старый поступок плохой ужасно и неприятный попытка взятки поступило сообщение попытки дать взятки так ага так взятки взятки гладки поехали не понял а кто едет а почему скоро едет сюда ты чё больной вот и есть подожди ты вот ты хорошо так что у нас тут еще все вроде бы да мы совсем разобрались нужна полиция где нужно а требуется он звонят 11 что у вас случилось мы застряли в лифте помогите а я тут причем аварийная кнопка в лифте есть аварийная кнопка она не работает это не экстренная ситуация ну по сути да мы можем узнать им пожарных но сколько людей давай адрес хорошо и адрес у меня есть в принципе две свободные пожарные машины адрес тайнинская улица 191 хорошо отправляем пожарных я вышли к вам пожарных пожалуйста сохраняйте спокойствие отправлю к вам пожарных поспешите я долго не выдержу а что такое не способы до свидания что такое застрял ты в лифте ну и кнопка не работает ну а а реально вот если у нас получается мы застрелим лифте у нас кнопка не работает что нам где пожар я вот как раз когда я послал давай ты короче не менее ты давай за пожар а ты вот короче а что за бред а почему острое отравление скоро ни одна не едет у нас острое отравление с начала дня какого черта там уже очень острое отравление по-любому съел какую-нибудь молоко и яйца просто острое острое отравление кажется только от яиц и протухшего молока от других от других вещей такого не может быть смотрим что у нас тут так здесь у нас скатывает подозреваемые станислав василевский схватили взяточник значит а тут у нас вячеслав бегорьев больной оказание помощи артур артур красава артур у нас герой так сюда едет назначь пожарка здесь у нас тушится пожар пожар потушен а это что нарушение правил парковки на почему я должен за это отвечать на правила парковки нарушены давай хорошо по свободной машина есть я думаю потом не будет настолько много происшествий что нам нужно будет выбирать и отделять так сказать от необходимых таких как суициды там или какие-нибудь взрывы или что не такое нападение инопланетян я не знаю что это может быть либо нет это ты не есть ты не стоит подождите вот что вот от каких-то незначительных типа застряли в лифте ну извините у меня что мы теракт идет нет я буду брать вытаскивать из лифта тупая ты скотина нет я думаю думаю мы будем конечно разбираться сейчас нам интересно надежда надежда шпилькова владелец автомобиля что там а неправильно место парковки что осталось а это время так текущее время мы подработали на рынке часы игровые часы 6 часов получается 30 минут осталось у нас полтора часа рабочего дня нормально так ты оставайся так тихо ты оставайся здесь ты наверно здесь останешься и пожарка где-то посередине будет ты вот здесь ты у нас тут ты здесь и ты вот тут хорошо то есть у нас всего по 2 правильно я понимаю да все а кроме полиции полиции 3 требуется вмешательство полиции один подозреваемый возможно вооружен подразивая подозреваемый на месте требуется отряд с наручниками местом машине так но у нас тут есть вот такая вот большая машинка погоня подозреваемые пытаются скрыться как на чем они скроются на велосипеде 112 я слушаю мне нужен код дорогой бабушка звонит пин-код пин-код попробуйте 1 2 3 4 а вы пробовали 1 2 3 4 секундочку пип 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 не работает написано что не тот пин все телефон так устроенный даже если телефон заблокирован и можете позвонить 112 в случае необходимости по этому номеру звонят только в экстренных ситуациях ох ну и молодежь девушка пошла действительно юбпер твоему отец сикаю да не бабушек бабушек нельзя на них обижаться потому что собственно уже шалят короче смена закончилась поздравляю это окно позволяет вам посмотреть все происшествия за последнюю смену нажмите на любые из них чтобы узнать что именно произошло так что именно произошло девушка без сознания что здесь у нас мы же мы же ладно господи ладно поспешите нужно вызвать рвоту разрешено минус 3 а что случилось оператор при для место происшествия так отряд прибыл на место происшествия хорошо клара морозова погибла на месте происшествия оператор сказал вызвать у девушки рвоту такое нельзя советовать если жертва без сознания то есть я думал знаете как в кино там или где-то то есть когда человек препаратами какими-то нравится у него как бы отравление что логично он же нравится правильно правильно вот в итоге он короче должен как то их выкинуть но по сути оказалось наверно нужно дождаться скоро потому что если человек без сознания он может наверно захлебнуться собственной блевотиной или ну как то так наверное это так у нас плюс ты миллион двести восемьдесят фигасе продолжить я наверное свою камеру чуть-чуть опущу чтобы вам было видно что насколько у нас денежек опущу так что у нас есть у нас есть отряды задачи здесь можете проверить поставленные цели выполняйте их чтобы получить награды и добиться повышения первая помощь испытательный срок дайте правильные инструкции по первой помощи сохраните положительную репутацию на самом деле игра прикольно тем что вне зависимости насколько здесь правильно рассказывается точнее нет неправильная мысль свое выражает а здесь скорее всего первые первая помощь указана верно и поэтому ты как бы играя до тебя обучают грубо говоря да как мне так кажется обучают первой помощи при каких-то экстренных ситуациях окей сохраните положительную репутацию хорошо электронная почта это ваша рабочая почта регулярно проверяйте ее чтобы вовремя получать важную информацию грядущих событиях изменениях целях и прочих новостях и в этом сообщении содержат советы по использованию с 112 оператор это нам не нужно инструкция показания первой помощи каждый человек должен знать как оказать первую помощь оператор экстренных служб и подавно люди подвержены панике сильному средству часто будут спрашивать у вас каким как им поступить в той или иной ситуации очень важно чтобы вы знали инструкции наизусть от этого может зависеть чья-то жизнь поэтому советы показания первой помощи будут на загрузочном экране успехов кирилл суворов менеджер центра управления чрезвычайными ситуациями хорошо кирилл суворов еще один амара сообщить что вы прошли на последний этап отбора трехдневных спадельных сырогла бабла я хочу подать заявку на вакансе брата окей игра кстати несмотря на то что простенько но она интересна как мне кажется она действительно интересна и в нее стоит более прикольную как пускать погрузиться и играть более серьезно вот ну хотя я буду каши всякую ходятинку говорить вам но вы не обращать внимание будет полезно разместить свои отряды по городу до начала смен убедить что отряда есть во всех частях города никогда нельзя предсказать что где произойдет происшествие когда вы будете готовы снова нажмите начать так опять нос я почесал нос если не обрежу значит вы увидите а если обрежу значит не увидите сейчас я вот говорю а вы не понимаете о чем я говорю вот как то так как то так мы и собственно сделаем хорошо так ты идешь сюда пожарку давайте смотрите чтобы мне кажется очень будет правильно сделать смотрите в трех частях мы здесь скорее всего не будет вот здесь больше часть поэтому мы поближе вот сюда вот так хорошо пожарки мы поделим на 2 то есть вот отсюда им в любую сторону будет близко это даже чуть пониже что и скоро и скоро ему точно также рядом с пожарками вот так думаю так будет огонь все супер шикарный шикардос и они поехали ну какого черта вы едете куда вы едете зачем они едут я не понимаю а стоп 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 я вижу сразу погоня как превышение скорости поступил сообщение превышения скорости погоня подозреваем пытается скрыться не получится у вас уважаем не получится скрыться потому что вы мы уже отправили на вас один патруль нифига он там быстро но у нас машина мы быстрее мы мы их догоним мы догоним давай топи василич топи василич топи мы полиции работаем нам можно нам можно топи погони так погони что происходит а где посмотреть а мы не можем посмотреть ага остановились хорошо вышли опа это получается штраф подозреваемый его не будут паковать же правильно штрафы так тихо сюда сразу же отправляем машину не знаю потому что не нужно но мы нарушение правила парковки поступило сообщение парковки автомобиля в неположенном месте необходимо его эвакуировать и вагу или милва эвакуируем хорошо все вроде бы да тех мы арестовали этих мы арестовали да и желательно ему вернуться обратно то есть смотрите если мы выбрали этот кусок он здесь патрулирует в этот кусок он у тут патрулирует этот вот здесь то есть они в принципе на месте но немножко по кругу как-то ездит все не в масках сяне у нас очка все они в массынках до потому что коронавирус коронавирус даже, кстати, до сих пор. Есть, кто не помнит, кто не знает, тем напомню. Так, хорошо. Так, звонок. Самое интересное началось. Смотрим. 112, что у вас случилось? Здравствуйте. Школу заминировали. Адрес Изумрудная, улица 70. Откуда вам известно? Откуда вам известно? Известно и все тут. Высылайте полицию. Где бомба? Где бомба находится? Рядом с учительской. Школу нужно эвакуировать. А кто ее заложил? Вы уверены? Эм, ну да, да, уверен. Она может взорваться в любой момент. Ну, понятно дело, что он, короче... Телефоны розыгрыши преступления. Сэр, вы в курсе, что звонить не стоит без необходимости? Это серьезное преступление? Ну да. Хорошо, я пришлю в полицию. У нас есть свободная машина, давайте пришлем в полицию. Пришли в полицию, сохраните спокойствие. Эм, ладно. Спасибо, до свидания. Подозреваемый Иосиф Антонов. Путь преграждает поиск бомбы. Так, у нас идет поиск бомбы. Скорее всего, у нас тут ничего не будет, потому что он... Ну, я понимаю, что мошенник телефонный этот, приколист, да? Я тоже раньше такое делал. Я помню, когда мне было лет, наверное. Когда еще дома были телефоны, трубки. Мне сейчас 25. Так, стоп, подожди. Я запутался. Погоня, погнали. Постел сообщение про езды на красный свет. Это не такое серьезное нарушение. Вот, суть в том, что были такие телефоны. Проводные, стационарные. И, короче, это было, наверное, лет 15 назад уже. Я брал трубку, звонил просто на рандомный номер. Алло. Здравствуйте. Как дела? Ну, я ничего плохого не делал, не говорил там, типа, ты мразь, конченая ты тварь, там, или ты, я тебя на еду, или там... Что это такое? Так, у нас тут бомбы поиск, и у нас прибыл на место, скорее всего, бомбы здесь не будет. Класс, эвакуировали. Эвакуировали. И все в порядке. Так, пока тишина, спокойствие, все грамотно делаем, машинки у нас где надо, все где надо, все где нужно. Короче, вот, я прикалывался по телефонам и, собственно, перестал, потому что мне уже это неинтересно. Так, 112, что у вас случилось? Случилась экстренная ситуация. Какая экстренная ситуация? Где вы находитесь? Так, что у нас тут? Человек подавился. Быстро. Какая экстренная ситуация? Я вижу, как он крадется. Какая экстренная ситуация? За мной следили по пути домой. Где вы находитесь? Адрес Енисейская, улица 196. Хорошо, туда мы отправляем сразу патруль. Хорошо, я отправлю помощь. Кто за вами следил? Я... Я не знаю, он не выглядит, как по-особенному. Вы можете его писать? У человека, который следил за вами. У него, кажется, нет лица? Мисс, вы принимали за последнее время наркотики? Наркотики? Зачем мне принимать наркотики? Дома вы в безопасности. Где вы были до этого? Давайте просим, откуда вы шли домой? Я была на вечеринке. И чем вы там занимались? Что? Просто развлекалась. Пила с друзьями и все такое. Ну да, нет, ладно. Возможно, я и... Что? Он все равно здесь. Найдите оружие для домовой безопасности. Ну, не знаю, мне кажется, она немножко такая повернутая. М. Я вижу, как он крадется. Домовую безопасность. Мне кажется, она что-то приняла. Пока вы дома, вам ничего не грозит. А если он выбит окно? Спасибо. Ну, мне кажется, она обхреналась наркотой какой-то. Тихо. Спокойно. Не перебивайтесь. 112, что случилось у вас? Срочно, тут несчастный случай. Женщину сбила машина. Так, нам нужен первый адрес. Сначала адрес. Где-то случилось? На дороге Енисейская улица 229. Это уже какое происшествие? А что нам нужно туда? Скорую? Скорую давай туда. И полицию туда. Пусть едут. Как это произошло? Она в сознании? Она в сознании? Не думаю. Машина ее сильно ударила. Так, быстро. Мисс, вы меня слышите? Мне кажется, она без сознания. Проверьте дыхание. Ждите... Так, давайте пусть проверит дыхание. Или как? Так, ждать скорую. Ну, в любом случае, давайте проверим. Ладно, проверьте, дышит ли она. Откиньте ее голову назад. Наклоните ухо к ее рту. И наблюдайте в течение 10 секунд, вздымается ли грудная клетка. Эм, боже, надеюсь, я не причиню вреда. Не волнуйся. Я ничего не слышу. Грудная клетка не вздымается. Сэр, вы умеете делать СЛР? Нет, не умею. Так, хорошо. Я скажу, что делать. Я скажу, что делать. Главное, прошу вас следовать моим инструкциям. Хорошо, я внимательно слушаю. Опуститесь на колени рядом с верхней частью ее тела. Положите руки на середину ее грудной клетки. Одна рука на другую. А так можно? Мне не нужно спросить ее согласия. Согласия не требуется. Согласен, это у вас уже есть. Положите руки на середину ее грудную клетки. Клетки на линию между ее сосков. Ну, неплохо. Хорошо, что дальше? Мягко нажимать. Нажимайте со всей силы. Ох, я не помню. Подожди. Смотрите, это получится. Со всей силы. Но если со всей силы он будет нажимать, наверное, он проломит грудную клетку. Я не могу понять, вот сильно нужно или плавно. Я понимаю, что это особо там, ну как-то, знаешь, какой-то цифровой персонаж. Я его даже не вижу, но мне хочется его спасти. И вот получается... Ну, у тебя... Я понял, тебя все равно не слышно. Потому что здесь только вот вблизи. Короче, да, мы приняли решение сильно. Давайте быстро пробуем. Так, тихо, подожди! Что произошло? А что произошло? А я же на паузу. Вы прикиньте! Ай-яй-яй. Прикинь, как я лоханулся. Ты прикинь? Ты прикинь? Я думал, блядь. Ты на паузу нажимаешь. Пауза. А тут есть пауза. Вот, можно было нажать на паузу. В итоге она умерла. Мы ее не смогли спасти. Бастолопа. Ладно. Хорошо это. Ну, это не хорошо, конечно. Мы ее потеряли. Обидно, жалко. Что делают пожарники? Жертва, ранение. Блин, а ее сбила машина. Медики сейчас идут ее помогать, но она уже, скорее всего, мертва. Точнее, скорее всего, надо было сильно давить ее на грудную клетку, наверное. И тогда мы смогли ее спасти. К сожалению, из-за моей узколобой остолобости я... Я... Да. Мы ее потеряли. Она мертва. Я думаю, она мертва. Смотрим, что у нас тут еще есть. Так, ты давай сюда. Хорошо, ты здесь что? Похищен кошелек. Подозреваемый убегает. Так, быстро. Быстро, быстро, быстро. На место... Блин, мне до сих пор жалко эту женщину. Я теперь не отойду, наверное. А че он бежит по дороге? А че он бежит по дороге? Как можно, наверное, убегать от полицейских по дороге? Ну, забеги ты, наверное, отсюда. Ладно. Женщину мы помянем обязательно. Виноват я и... Да. Да, обидно. Обидно. Так, подозреваемый Алина Пучкова на печу. Девушка вроде симпатичная. Такие вещи. Отправляется на базу. Хорошо, пока происшествий никаких нет. Звонок. Так, сейчас. Внимательно. 112, что у вас случилось? Меня зовут Майкл Миллер. Мне нужны пожарные по адресу улицы Корнить. Так, спокойно. Паузу не могу нажать. Пожарные вызовы. Что произошло? У нас утечка газа. Я возвращаюсь домой и почувствовал запах. Сэр, тут полно квартир. Сотни людей. Так, где утечка? Вы уверены, что это газ? Где утечка? Вы знаете, где утечка? На каком этаже? На первом, сэр. Она кажется... Она кажется... Запах идет сверху. Я отправлю пожарных. Я отправлю пожарных. Подожди. Уверен? Уверен, что это газ? Ты-то уверен, что это газ? Конечно уверен, сэр. Мой папа пожарный. Я знаю, что делаю. Отправляю пожарных. Спасибо. Я поднимаюсь. Что? Моя сестра еще в квартире. Надо ее забрать. По пути разбужу всех, кого смогу. Пожарная тревога. Хорошо, поднимайтесь. Нет, не выходите из здания. Есть ли искра? Искра. Я должен хоть что-то сделать. Пожарная тревога. Вы включили пожарную тревогу? Пытался. Я нажал на кнопку, но ничего не произошло. Наверное, сломалось. Нет, не выход... Нет, стойте. Вам нужно сейчас же покинуть здание. Ни за что. А та моя сестра. И много других людей. Надо их предупредить. Повесьте трубку. Что делать опять? Не вызовите искру. Не вызовите искру. Так, уесть. Что значит? Уесть при себе что-то, что может быть искру. М, зажигалка. Вроде нет. Покиньте здание. Свет на лестнице. Горит ли на лестнице свет? Да. Он включается автоматически. А что? Если в воздухе слишком много газа, это может вызвать воспламенение. Ничего же не случилось. И он уже горит. Я все равно должен помочь. Пожарная почти доехала. Дядя. Покиньте здание. Вам нужно покинуть здание. Пожарные эвакуируют всех жрецов, как только приводят на место. Я не могу уйти. Там моя сестра. Слишком опасно. Так, 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 подожди, подожди. Пожарные почти приехали. Я должен хоть что-то сделать. Опасность воспламенения. Вы можете вызвать воспламенение. Я понимаю, что это опасно. Хорошо? Так, все, они на месте. Мой папа. Все пожарные. Рискуют жизнями. Каждый день. В смысле, он приехал уже. Так что я... Я это сделаю. Я обяз... Я обязан. Я поднимаюсь. Люди! Выходите из здания! Сейчас же! Так, шестой этаж. Я почти поднялся. Боже. Тут трудно дышать. Вам нужно бежать. Сэр. Понял. Полицию. Так, полиция. Еще один звонок. Вы что там? 112, что у вас случилось? Так, у нас тут еще экстренный случай. Алло. Тут горит дом. Боже мой. Никакое... О, никогда там... Короче, эта женщина нам звонит, потому что взорвала всяк баллоны. Ну, а что можно было по-другому сделать? Ну, ему говоришь, не надо, потому что автоматически свет включается, но при этом... Адрес. Где это произошло, мэм? Адрес улица Корничука, Дублер 218. На этом все. Мы уже в курсе. Спасибо, мэм. Мы уже знаем о пожаре. Хорошо. Надеюсь, вы уже вызвали кого-нибудь. Такой ужас творится. Я могу еще чем-то помочь? На этом все. На этом все. Короче, суть в том... Вообще, ну что можно было еще? Надеюсь, выглядит все просто ужасно. Ладно, не буду занимать линию. До свидания. Что можно было еще сделать? Ему говоришь, не надо, потому что искра, свет автоматический, искра, и все. Бум-бум, бах-бах, и все. И пук, пук, как все. И конец. Да, я немного потерялся. Но мне очень нравится. Знаете, мне очень нравится, потому что интересно. Различные истории, ты как-то быстро должен в них реагировать. И пока получается не очень, конечно, потому что, ну, жалко. И женщину ту, это моя ошибка была. И жалко очень вот этого вот. Нужны медики. Тут просто трэш. Тут все взорвано. Жилец, мертва. Мертва, ранение, кто-то ранен, ранение, ранение. Варвара Михайлова. Обидно, конечно. Мне неприятно. Ну, что можно сделать? Мертва, 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 мертва. Если бы, короче, не было этих автоматических включателей света, поэтому он бы ничего не взорвал. Или из-за чего? Малейшая вспышка. И еще, то есть, жители живут. Газ заполняет подъезд. И кто-то включает телек. И все, бах. Кто-то включает, ну, что угодно. Малейшая искра. Это я просто даже не... В телефоне, по-любому, да, может что-то там. Кошмар. Так, хорошо, что мы не сделали? Сбитая машина женщина. Пострадавших доставленных в больницу. Подозреваемых доставленных подозреваемых. Так. Поверьте, согласие на нас уже дала. Хорошо, что дальше? Алло, вы там? Пострадавших доставлено в больницу. А, то есть она не умерла. Да? Она не умерла. Так, покину место происшествия. То есть, пострадавший есть, и он не умер. Потому что красным не отмечено. То есть мы... Хорошо. Замечен пожар. Так. Наверное, с этим ничего нельзя было сделать. Кух, ладно. Я думаю, мы на этом закончим. В следующей серии продолжим. Если понравится, если как бы будет норм, продолжим. Потому что мне нравятся здесь очень прикольные различные истории. Я никогда в такие игры не играл, даже подобные. Очень классно. Здравствуй. В общем, спасибо, что посмотрели. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.